Дорогие друзья, сегодня в гостях у видео блога Дмитрия Гарсина Кристина Стрельникова и Светлана Лаврова. Два писателя современных, пишущих для детей и юношества, обладателей премии Наград, обладателей огромного количества отзывов благодарных читателей. Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас тема вечная абсолютно, которую мы не устанем обсуждать, поскольку детское чтение это то, что нуждается в поддержке сегодня, завтра и еще долго будет нуждаться в поддержке. Дорогие мои авторы, хочется спросить, а что вы сделали для того, что вы дети читали? Но я, конечно, спрошу по-другому. У каждого писателя есть такое тайное знание о том, что, по его мнению, интересно читать детям. А есть ли антирецепты? То есть вы в своей читательской практике встреч с родителями, с педагогами, с читателями, с библиотекарями, в конце концов, с нашими самыми лучшими друзьями. Регулятор сталкиваетесь с... А мой не читает, а моя не хочет брать в руки ту или иную книгу, дальше идет обычно какое-то классическое название. Есть ли какие-нибудь антирецепты, что вас больше всего насторожило, разочаровало или огорчило на встречах, опять же, с читателями среди попыток заинтересовать ребенка книгой? Ну, насколько я понимаю, я сама это не люблю, я не люблю назидательных книг. И мои читатели, как правило, так или иначе, они что-то говорят на эту тему. Когда нас учат жить, мы в этом не верим. Вот просто была такая ситуация не так давно. Очень хорошо, это очень хорошо сформулировано, на мой взгляд. Действительно, кто же любит, чтобы его учили жить? Конечно, мы же сами знаем, как нам надо жить, зачем нас учить? Кристина, а вы сталкивались с ужасным педагогическим опытом, значит, читательским? Читательским. Я сталкивалась с ужасным опытом родительским читательским, скажем, да? Потому что родители, когда дают детям книги, в первую очередь, они же дают детям книги. Они говорят, мы не хотим негатива, мы не хотим просмириться, мы не хотим еще там что-то еще. Ну, это родители. Это говорят родители. И они еще говорят о том, что мы такую книгу детям не дадим. То есть книга этой всей не доходит, в некоторых случаях. И вот мы как раз говорили на книжном салоне о том, что делать. Для того, чтобы детям не мешать читать книги, не мешать любить литературу, чтобы не мешать им выпасть книжки самим. А там уж они решат, что для них страшно, что для них неприятно. Года два назад была ситуация мальчик, так вот весьма подросткового возраста и мама. И мама, значит, ему какую-то подростковую книжку вот такую с проблемами и все это. А он смотрит на мою ботанику для мужей, которая, ну, много всяких там, все это такое, говорит, я эту хочу. Да ты что? Да ты маленький, что ли? Да тебе это надо. Вот возьми, это здесь вот про подростков. Все, ну, я не хочу про подростков. Здесь про лес и про джунгли. Я хочу вот это. И вежливание? Нет, нет, сказала мама. Она так и купила для подростков. Ну, что-то я в больших сомнениях, что ребенок будет в восторге. Есть такое, или говорит, я эту книгу читала в детстве, она хорошая. Вот это берем, а то, что ты хочешь, мне положи на место. Ой, тут отлично просто. Я обычно на встречах спрашиваю таких упрямых зрителей, да? Я говорю, а у вас дедушка был? Ну, был, да. Был дедушка. И прадедушка тоже был? Был. Как интересно. То есть, ну, вот мама, папа, дедушка, прадедушка, прадедушка, прадедушка. Понятно. Значит, вот я вам прекрасную книжку сейчас посоветую. Просто на ура пойдет ребенку, отлично. Юности, честное зерцало. А классический труд Петровских еще времен, что значит не пойдет? Вы что, сами тоже не читаете? А почему? А потому что это не работает так. Дети не наши клоны, не наши копии. Время изменилось, эпоха изменилась. Что-то остается только для специалистов. Что-то остается в ностальгических воспоминаниях о нашем с вами золотом детстве. А что-то можно и нужно предлагать детям. И это что-то, вот именно определение конкретных названий, это всегда очень индивидуально. Но, разумеется, по умолчанию книги нашего детства, наша золотая полка, это не золотая полка нашей детям. Видите, дорогие зрители, живые писатели соглашаются с этой мыслью. Живые, как говорится, практикующие, издающиеся постоянно и пользующиеся большим спросом. Это тоже о чем-то говорит. То есть, современная детская литература, она как раз и пытается говорить, конечно, на те же самые старые вечные темы, но по-новому, по-другому, так, как это принято сейчас. А как принято сейчас? Если сравнивать литературу нашего детства или, например, классику, особенно XIX век, какие изменения по сравнению с написанными сейчас книгами для детей и юношества вы могли бы сказать? Именно как практики, как писатели. Вполне сгодится ответ, мы на компьютере это пишем, а не гуси на перу. Хорошо, тоже годится. Любые детали важны, мне кажется. Темп. Темп. Так, ну это же музыкальный термин, распространите. Почему? Ну это совершенно литературный термин. Я помню, что Наталья Солонка очень меня ругала за слишком быстрый темпоритм. А я живу в таком теме. Понятно. Темпоритм, тоже музыковедческое выражение. То есть, быстрее он стал, да? Да, безусловно. Ясно. А как же все, что мы с вами любим? Вот, Кристина, портреты, пейзажи, вот эти вот описания прекрасные на 17 страниц. Ну, портреты и пейзажи, они никуда не деваются с одной стороны. Просто они, просто их ребенок видит сейчас немножко по-другому, да? И изменились у нас картины за окном, но в то же время изменились какие-то картины фэнтези, может быть, да, появились. Но мы говорим даже быстрее. Мы говорим быстрее. А мы, кстати, на прошлом видео еще с вами говорили о том, что темп речи мне нравится очень у Кристины Неслингер. И как раз из нее и брала вот пример, что она очень, ну, очень быстрый темп, она не останавливается. И может быть, тем она интересна подросткам. И еще, мне кажется, хочется отметить то, что исчезают постепенно счастливые концовки. Все приведут, что концовка обязательно должна быть счастливой. Но дети понимают, детей уже не обманешь. Дети понимают, что у них все так идеально в этом мире. И сейчас уже появляются у современных писателей какие-то, ну, интересные ходы. Не сказать, что совсем открытый финал. Ну, может быть, герои расстались. Может быть, там, добро не победило, да? Может быть, еще что-то такое. Мне вот это нравится тоже. Я часто использую именно открытый финал, за что мне иногда и попадают от читателей. Потому что я помню, что пришла много лет назад мне Бандероль из прекрасного города Санкт-Петербурга с тетрадками. И там из журнала «Костер» написано, уважаемая Светлана Лаврова, ваша книга «С лягушками не расставайтесь» вызвала большие возглушения школьников Петербурга, потому что там не написано, догнал ли он свою лягушку-царевну, жениться ли он на них, сколько у него было детей. Поэтому мы в журнала «Костер» объявили конкурс на лучшие окончания машины, совершенно неопонченные. И вот эти ядраки меня попросили выбрать три лучших. Но они были настолько прекрасны, я выбрала три лучших, потом еще три лучших, потом еще три лучших. И говорю, вот как хотите, хоть убейте, но наградите всех вот этих, потому что они совершенно прекрасны. Но тем не менее, конец остался открытым. Да. Слушайте, вот я тогда не удержусь и немножко вставлю свои пять копеек о любимых соавторах, как в Валерском и Пастернале. Во-первых, все абсолютно справедливо по поводу темпоритма. И даже открытый финал – это название одной из их повестей. Так и называется открытый финал. Вот это люди, которые в Валне приемли. Да, во-вторых, по поводу фарфиков в виде окончания повести, у них была книга «Смерть мертвым душем», где как раз именно это и было реализовано. Вместе с издательством «Розволь жираф» они сделали большой проект, где как раз дети дописывали различные классические произведения. Это было невероятно. Мне очень запомнился, конечно, прекрасный финал «Му-му», которая уже покидала наш мир, уже последние пузыречки. Видела она темнеющим взглядом, значит, под водой, да? Но тут появились бабы. Да, это прекрасно совершенно. Или вот по поводу тоже «Закона сохранения кота». Последний из них выше. У нас здесь много книг, мы обо всех поговорить не успеем, но хоть какие-то упомянем. Значит, «Закон сохранения кота». Здесь главные герои физически не могут переделать мир, в основу которого заложено, ну, фэнтезийное здесь, как бы, да, такое неизбежное зло. Там люди разделены на тех, кто умеет пользоваться магией, а те, кто не умеет. Между ними затяжной, страшный, прошедший уже такую активную кровавую фразу конфликт. Вот. И сейчас подростки как-то выживают в этом мире, где есть границы и проверки, и взаимное недоверие, и насилие с этим связанное, да? То есть, вот такой. Конечно, они этот мир не переделывают в рамках родной повести, хотя я очень жду продолжения. Были или были намеки в тексте от самов-вторых на это. Вот. Но они что-то поняли важнее для себя, и проживут свою жизнь в том мире, который им достался так, чтобы учесть вот это важное знание. Так что, наверное, по поводу счастливых финалов я, скорее, соглашусь. Да, счастливые финалы, они сейчас уже не так актуальны для детей. Важнее, наверное, какие-то выводы, которые можно сделать. Люди так верят в счастливый финал, может быть. Да. Жизнь вообще печальная вещь. Вы замечали, чем она заканчивается? Пока нет. Между прочим, когда Лена Соковенина читала последнюю рокопись, она очень переживала за героиню. Я же знаю, чем ты закончишь. Я знаю, чем ты закончишь. Я так переживаю. А потом говорит, фу, слава богу, хороший конец. И вот, пожалуйста, это Лена Соковенина, которая вообще все же радует за правду, за, так сказать, ну, плохие концы, скажем так. Да, Лена Соковенина, замечательный современный прозор. Замечательный. Атор Павла Успикова, ну и других прекрасных книг, да. То есть, вы понимаете, да, то есть, разговоры-то идет о профессиональном мнении, да, не просто о читательном. Тем не менее, вот ей тоже надо был хороший конец. Ей нужен хороший конец. Финал – это важно. Ну что ж, жизнь-то продолжается у нас, в отличие от сюжетов, которые заканчиваются как-то финалом. Давайте поговорим об выходящих и вышедших книгах, потому что это, мне кажется, будет интереснее всего. Вот. Ну, с кого начнем? Выбор не горшой, да, потому что, да. В общем, мы только одна. Сейчас пока вы говорили, как раз о концовках, я вспомнила, что у меня есть новая книга «Сердце под левым карманом». Это книга для девочек, но ее читают и мальчики. И мальчики очень возмущаются, если я говорю, что это книга для девочек. Еще бы, конечно. Только пацанок-то обижается зачем-то. Да, они вот, ну как, а нам тоже нужно. И вот здесь как раз, ну, на нее хорошие отзывы почти всегда. Единственное, что один отец, считающий, видимо, отбургнутился. Ну что же это такое? Здесь только одна счастливая концовка. Есть несколько рассказов, где разные героини, и с ними что-то происходит. И я думаю, ну, что же он посчитал интересно счастливой концовкой? Он, видимо, посчитал, что счастье – это когда, как в сказке, они встретились и поженились. Тут единственный рассказ, где герои остались друг с другом. Но, извините, мы же говорим о детях, там, 13-ти, там, 12-ти, или, да, они же… Я же не могу написать в конце, что они жили долго и счастливо. Вот, 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 вот. Как мой волк. Да, и то, что они расстались, это совершенно не значит, что они… Расстались. Что это несчастье, да, или что они не расстались. Это тоже счастливый, может быть, для них финал. Вот, и ещё из новых книг у меня вот в этом году вышла книга «Клёква или Кляква». Ну, тут однозначно должна быть счастливой концовкой, потому что она совсем детская, да. Хотя вначале героиню, конечно, вот эта вот Клёква, и ей подкинули Кляква. Ну, тут может каждый угадать, кого ему могли подкинуть. Кто-то угадывает в этом подкидыве там своего брата или сестру, а родители угадывают, что это ребёнок, который… В общем, это существо, из-за которого человеку, вот это, вернее, существу, вот этому Клёкве, приходится менять всю свою жизнь, менять все свои правила и привычки. И здесь очень много вот таких героев, которые вмешиваются в это. Ну, это как семья такая, да, лесная. Они все вмешиваются, они все пытаются поучаствовать, поучить. Ну, и что из этого получается? Книга «Волшебная» – это волшебный Буглонский лес. Буглонский. Буглонский, да. Я говорю, это просто оговорочка. Да. Ну, а Буглонский-то он почему? Это… С чем это у нас связано? Мне просто нравятся названия. Отлично. Там все такие… Да, я могу себе позволить. Да, здорово. Ну, это же не первая сказка, которую вы пишете. Вот есть у нас сказочная повесть. Правда, она постарше, да, ведь? Это постарше, уже подростковое. Да. Это уже подростковое, да? Ну, все равно сказка. Сказка, правда. Это сказка, да. И она в русском издательстве «Время». Здесь интересные очень рисунки вот этого крысёныша. Да, мы в прошлый раз, кстати, тоже говорили об этой книге. И я сейчас прослеживаю так интересно, как происходит судьба вот, да, вот этой изданной книги. Сначала эту книгу, ну, сначала молчат, во-первых, да, ничего не будет. Потом кто-нибудь начинает ругать. Но это не ругали, нет. Ругали вот письма к единорунду. То есть она должна пройти какие-то стадии, да, вот. Обязательно. Поругали, успокоились. Потом начинают хвалить. Ну, потом как-то доходят, видимо, через Рафана радио, через блогеров и так далее. Кто-то уже прочитал. И начинают хвалить. И потом я уже, фу, выдыхаю. Все, все, теперь начнут хвалить. Теперь можно уже успокоиться. «Мадам Пен и ее крыс» – это книга о крысёныше аристократе, который прибывает в Петербург, конечно же, и начинает искать там артефакты, которые ему завещала еще его дедушка. Но по дороге он встречает, ну, с ней случается несчастье, он встречает «Мадам Пэ». «Мадам Пэ» – англичанка, это бывшая учительница. С англичанкой у меня видны какие-то отношения, потому что здесь у меня, считаю, книжка есть про англичанку. Англичанка была не права. И у них завязывается дружба. В это приключение, в поиске артефактов и так далее, втягиваются еще школьники. Там масса народу появляется, втягивается там собака, еще географичка с этой собакой. И в итоге они должны спасти Петербург, они должны спасти, ну, по идее, весь мир. Главное – Петербург. Главное. Сначала, в первую очередь, Петербург. Это хорошо. И спасти памятники культурные Петербурга. Здесь очень много описаний моих любимых мест. На них все не поместилось, но вот их много. И чем заканчивается эта история, не скажу. А вот это злодей, вот злодей Магнаврс, вот от него все зло, он хочет что-то сделать. Ну, еще надо добавить, что там учительница английского. Да, учительница английского. Да, я обычно учитель математики. Математики, я на них игралась уже. Все, они все играли. Я продолжаю. Математики, я думаю, что мы начнем с новинки про динозавра. Собственно, ею уже и закончим, поскольку она тут у нас одна. Нет, тут она у нас одна. Мы уже поговорим, и смотри, приходит в помидорах. Ну, как же. В помидорах, хорошо. В прошлый год был урожайный, 7 книг вышло. Я такая гордая, довольная. Я тут какой-то идет такой, ни шапка, ни валка, но вышла. Книжка, которая для меня очень важна, просто даже не как писателю, как человеку, который работает всю жизнь в больнице. Называется «Больница для динозавров». Ну, в сущности, это описание моих коллег и моих... Прекрасно. Это больницы, там есть хирурги, в основном там хирурги. Я работаю в хирургическом отделении, у меня хирургия. Там есть и педиатры, я начинала как педиатр, и терапевты, и аптекарь. Но они все динозавры, потому что это цивилизация динозавров, но все нормально, конец Мезозойского периода. Только в конце обнаруживается, что... И я тоже не скажу, что. Потому что это самое интересное. И я, в общем, горжусь тем, как я выкатилась из этой ситуации. Но здесь самое симпатичное для меня, это, конечно, клинические случаи. Например, я завтра поеду домой, и вот эту вот книжку... Она вышла четыре дня назад, она еще пахнет, типа, горжусь. И вот эту книжку я подарю одному моему хирургу, Кириллу Горных. Я к нему пришла и говорю, знаешь, вот такая ситуация. Значит, нашли, вот видишь, написано в серьезной книжке, палеонтологической, нашли скелет. И вот там в крыле у аптелинодона застрявший зуб, видимо, акулы. Вот как бы ты стал во время операции удалять этот зуб, расскажи мне о течении операции. Он говорит, а это ничего сложного, сейчас удалим. И он мне рассказал, я записала, говорит, какие нитки. Да, наверное, пятерку меньше, да что там чекаться. И вот все, все вот такое, значит, я... Продукта Бертара. Да, да, и я завтра ему подарю, показав, вот смотри, видишь, вот ты тут у меня поучаствовал. Потому что там очень много вот именно наших медицинских заморочек, но тем не менее в мире динозавров. А, Света, а коллеги смогут узнать себя, вот если они... Ну, здесь-то их почти нет. Здесь у меня только мой любимый анестезиолог, анестезиолог Валера, на самом деле он Володя, и он уже, по-моему, четвертый у меня. В четвертой книжке, да еще вот пятую книжку, так сказать, забраковали, не приняли. Он у меня там тоже есть, очень такой смачный типаж и большой друг, уже многолетний, наверное, 20 лет уже мы с ним дружим. И он как-то так хорошо переходит у меня из книжки в книжки. И вот на этот раз я бы сделала динозавров, замечательно, мне кажется, он будет рад. То есть он когда раз спрашивал, а ты меня с книжкой вставил, а ты меня с книжкой вставил. Да, нормально так, да, скромненько. Ну, понятно. Такое, что это уже появление? Ну, не знаю, не знаю. Ну, надо тогда два слова сказать о книжке, где эти две темы соединились. Вот, у нас, в смысле, палеонтология, да, как хобби, как улучшение и профессия. В смысле, медицинское дело, да. Да, замечательный палеонтолог-антрополог Занислав Дробышевский говорил, что палеонтология не может быть хобби палеонтологии, но можно заниматься только профессионально. Поэтому я всегда говорю, я не палеонтолог-любитель, я просто любитель, а не палеонтологии, это просто любовь. Ну, согласен, да. Но все равно хобби есть хобби, да, то есть это и объем знаний, и, что самое главное, горячая любовь к этим самым окаменевшим останкам. И бездна удовольствия, это общение со спанками. Прекрасно. Звучит, по крайней мере, очень хорошо. Вот, и книжка «Смерть приходит с помидором», которая уже упоминалась, да, ее у нас сейчас нет, у нас с Талей, это очень неважно, важно, что она есть, и там как раз объединились эти две темы. Там тоже есть человек, увлеченный палеонтологией, и тоже есть тема больницы и тема вот этой самой инфернальной гости, которая туда заявляется. Ну что, у меня тут только один вопрос по поводу этого книга. Вот эта книга, она однозначно предназначена и взрослым, и подросткам, мне кажется. Это вообще нормально? Вот вам нравится писать такие книги с универсальным читательским адресом? Да, мне нравится, потому что есть то, что мне не нравится. У меня комплексные полноценности по поводу адресности, потому что когда мне начинают говорить, это вот для какого возраста, я смекаю и ползу по столу. Потому что откуда я знаю, для какого возраста, я же для себя писала, как и для вас. Представите свою историю. Вот, ну вот, ну вот, да. А там, тут я думала, что находит взрослая. Потому что я поняла, что лет 10 ее читать совершенно можно. Ну, он не поймет, человек 10 лет. У нас тоже, я думаю, поймет, там какие-то подъянуки, там какие-то косточки, какие сосуды и что ли, и термины. Ну и ладно, и взрослые тоже там не поймет много из-за разговоров моих коллег. Потому что я в эту книгу вписала настоящие разговоры моих коллег-хирургов на операции. Поскольку незаконно пользоваться какой-то аппаратурой, я просто ручкой записывала тихонечко, стараясь, чтобы никто не заметил. Представляете, никто не заметил. А слушайте, что говорят они. Ты знаешь, они так интересно говорят. Мне кажется, этой книжкой страшно, потому что это единственная книжка, по-моему, в мире про интероперационный мониторинг нейрохирургии. Причем художественная, причем с приключениями, фантастика. Потому что вот та самая смерть, которая смерть, она у меня не физическое явление, не философское явление. Она реальное существо, которое приходит в мое отделение и забирает моих пациентов, которые мои хирурги страдали столько времени и сражались за них. Она просто приходит и нагло забирает. И мои хирурги вооружены пистолетами. Им выдается какой-то объем патронов, который к концу месяца кончается. Все кончается к концу месяца. И они отстреливаются от этой смерти, ее нельзя убить, но она уходит. И вот когда патроны кончились, один из хирургов вскоре бросил в нее помидор. Смертью не явилась, но никогда помидорами не кидали. И ушла. А мы же там все пишем диссертации, статьи и все прочее. Мы вступаем в всяких симпозиумах. И наш заведующий говорит так. Значит, вот ты разрабатываешь тему помидорок черри. Ты кидаешься с большими помидорами бычье сердце. Я беру помидоры под загадочным названием «Сезонные». Какие лучше? Потому что помидоры все равно дешевле, чем патроны. Может быть, мы обойдемся все-таки помидорами в условиях, так сказать, нашего финансирования. Вот там много всего. Но там и там. Существует реализм. Там просто, вот, я как все графоматы говорю, что я пишу исключительную правду. Это абсолютно правда. Там даже мои хирурги под своими именами. Я честно спросила, ребята, вы нам дать какие-нибудь эти клички, или вы пойдете под своими именами и фамилиями. Только свои фамилии, сказали мои гордые хирурги. Знали бы они. Ну, теперь я знаю. Мне многое прощается. Ну, если уж говорить о реализме, там, не знаю, о визитах, там, смерти, там, в которые попадаются с помидорами и о прочих инфернальных, то надо перейти к нипологическим созданиям. Я все-таки не могу не попросить сказать что-нибудь о письмах к единорогу. Единорог вообще создание такое интересное. С одной стороны, символ чистоты, непорочности, чего-то такого, а с другой стороны, тут еще брантозавр. Ну, это же единорог. Вообще говоря, единорог – это носорог. Ну, исторический. Ну, только это прекрасный рушит срок, который уже потом придумали, вот на его основе. Но здесь он выступает в неожиданной роли адресата письма. По-моему, даже в «My Little Pony» не писали друг другу письма. Или писали. Я не знаю, я пропустила как-то. Я шучу, конечно. Это книга подростковая, она о другом. Вот как раз скажи о чем. Так, девочка пишет письма единорогу. Просто у меня в голове сначала было название «Письма к Богу». А потом я переделывала письма к единорогу. Он все-таки актуальный. Полегче нет уже. Он всегда живой. И он тоже какое-то святое существо. Ну, такое священное жена-существо. И люди даже, я помню, спорили на каком-то форуме, что здесь имею в виду автор. А у меня еще и стиха много единорогов. Поэтому они спорили, что откуда это, какое-то существо зло или святое. И друг другу доказывали. И целые там цитаты из Библии привозили. Не имеют никакого отношения. Это просто существо, придуманное девочкой, для того, чтобы ей было с кем делиться. Потому что самая большая наша проблема все-таки у подростков – это то, что им не с кем поделиться. У них есть все, у них есть гаджеты, у них есть одежда и какие-то развлечения. Но рассказать кому-то что-то интересное, что-то секретное, поделиться мыслью не с кем. И здесь вся книга – это написано в виде писем к этому единорогу. Что тоже я начинала говорить, как я прослеживаю, то что сначала ее ругали. И причем так ругали странно, но возьмем какие-то выдержки из этой книжки, о которых ничего не скажешь. Кто-то ругается где-то в этой книжке и просто вот эту фразу – ну не поймешь ничего. Может быть, она вся из этой руганий состоит. А потом уже я смотрю, начали присматриваться и учителя, и родители. И когда они прочувствовали, о чем она, и к своим ситуациям каким-то применили, то им понравилась эта книга. А еще я недавно рассказывала об этой книге, приводила примеры, как я писала здесь, как я сама забыла, заклинания из народа. Здесь есть заклинания из народа. Я сейчас, наверное, не найду. Это заклинания на хорошую чушку, заклинания от злых девок. И заговоры какие-то. Заговоры. Там есть одна девочка из особенного класса, и она писала вот эти заклинания, записочки. Это у меня был целый цикл таких стихов, заговоры. И Михаил Иснов их очень хвалил, хотя я их чуть не выбросила, потому что никто не понимал, зачем я это пишу. Вот, оказывается, зачем? Чтобы их сюда поставить. И причем эти заговоры, они настоящие, можно сказать, потому что я взяла книгу заговоров старинных таких вот русских, о которых изучал Сахаров. И стала на этот мотив, вот на эту вот номина, она умешает нам по кофе. Интересно. На этот мотив я старалась в этот ритм как-то попасть и сочинить какие-то, где-то в жесть обо дворе доска, в дворе доска, проплачь, доска, да, доска. Это же музыка целая, да? И да, у меня получилось. И когда именно это, почему-то людей заинтересовало. Ну, потому что магия, магия же работает. Потому что они сейчас, они сейчас прочитают заклинания, и у них все получится. Да, уже нам всем хочется халявы. Тут проблемы, самая главная тема, это, конечно, проблема с родителем, проблема с мамой. Ну, в конце она решается, это просто нужно как-то пережить, это нужно понять, и не оборачиваться. Ну, по вкусу. Ну, любой подростковый возраст нужно пережить, он действительно заканчивается рано или поздно. Важно дожить в целости сохранности до его окончания, сохранив семейные отношения добрые, нормальные, да, сохранив разум, рассудок неповрежденным, да, выживать на здоровье тоже. Хотя бы частично. Ну, это я для взрослых говорил, если что. Вот я нашла запринание Лауры, одно прочитаю. Заговор от школьных демонов и нехороших людей. Ого. Подали единорог амулет, чтобы хватило до конца школьных лет, от дурного глаза, от всего сразу, от любой напасти, от учительской власти, от лихой беды, от столовской еды, хулиганов, дураков, электронных дневников, а еще от любви несчастной, а еще от нагрузки в негласной, чтобы никто недавно не смеялся, чтобы я никого не боялся, математика с бессектрисой, чертова с тобой с директрисой, червня, червня, червня. Красно, отлично. Ну вот, вот. Да, хорошо, немного магии нам не повредить, не помещает. Ну что, надо, наверное, обязательно напоследок что-нибудь пожевать читателям нашим. Пожевайте им, не знаю, от всего сердца, от всей печени. Что-нибудь такое, я бы сказал, не банальное. Поняли чтение, например? Совсем не банальное. Угу. Я смогу их долго думать. Не надо долго думать. Что мы еще не говорили, просто мы на каждой встрече, да, обязательно же говорим, как желание. Ага. Можно повторяться. Это нормально. Я что-то ничего не желаю. Я желаю, например, чтобы всем хорошим, да, всегда испытывать благосклонность котов и кошек. Нет, ничего приятнее, когда кошка тебе доверяет, когда подходит, мурикает, вот, или хотя бы просто смотрит на тебя уважительно. ого, какую мышь поймал. А со мной поделишься, вот у колбасы достаешь, во-первых, где таких мышей ловят? или где-либо что-то. А не знаю. Людей. А ну, 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 вот, мне мои книжки сами подсказывают пожелания, потому что, когда я подписывала кому-то книги, я желаю то, что вот написано, о чем у меня вообще эта книга. Вот, давайте, так попробуем, да. Вот сердце поднем в кармане. Я желаю вам, чтобы вы послушали свое сердце, а не прислушивались к там, к посторонним людям, которые пытаются, там, на вас вот эта книга «Деньга-холки», да, я хочу пожелать вам понимания, хочу вам быть услышанным, в этом мире, найти свою нужную волну. Не в контакте, я всегда желаю быть в контакте с хорошими людьми. Ну, и вот так вот, если я любую книжку возьму, то здесь я тоже могу пожелать вам, не буду желать, чтобы единорог вам ответил, в конце концов, потому что это не очень. Я не желаю, это будет. пусть он у вас не будет. Ну, еще здесь, да, через какой-то внутренний неизнарог все равно существует, который всех спасет. замечательная методика, но у меня на ней работает. Конечно, книжка называется «Позори меня на рогнарек». За клиниками. в последнее время вообще что-то про конец света пишу, поэтому, по книжкам не буду. Ну, хорошо, что и будет про рогнарек тогда. Про рогнарек, но чтобы наше наступающий рогнарек был не таким страшным, как все предыдущие. «Позори меня». Это нормально, да. Хорошо. А их замочили в Испании. Это другая книжка тоже, Светлара. Чудесная. Это ты сделала? Да. Это я сделала. Знаете, ты вам ничего не знаешь. Сколько у меня познакомилась. Вот как раз я хотела сказать о чудесах. Я хочу всем пожелать чудес. А самое главное чудеса, это то, что мы делаем сами, это наше общение. Вот сегодня, как это случилось, что мы сегодня встретились на книжном салоне. Я случайно увидела Светлану, я не знала, что она приедет. Светлана из Екатеринбурга, а мы с ней встречались в самом Екатеринбурге, по-моему, последний раз, да, много лет назад. Ну, много лет назад. Ну, сначала в Уфе, а потом в Екатеринбурге, а потом в Екатеринбурге. Да, да. И все это так, и мы собрались, вдруг и взяли и поехали вместе вот на это. То есть Светлана из Екатеринбурга, Кристина из Санкт-Петербурга. Я вообще, да, тоже... Взятие в то время, где все это вышло, значит, из Москвы. Из Москвы. Да. А находимся мы в библиотеке имени Ленина, которой огромное спасибо за гостеприимство, вот, за возможность организовать съемки на улице Москова, собственно, в Петербурге. Это же волшебство, да, что мы тут все собрались и общаемся, и договаривались. Ну, давайте мы опытом волшебства пожелаем. Доброго. Доброго, да, все. Да, накастовали, или как это называется, да, вот. Engardium Universal. Все. Друзья мои, спасибо вам большое за беседу. До новых встреч. Ну, весело сегодня получил. Ну, живенько. Субтитры сделал DimaTorzok